Добрый день, дорогие друзья! Приветствую из «Экономики и Здравого Смысла». С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема – бренд Беларуси. Недавно первый вице-премьер Снабков был в Москве на открытии стендах на ВДНХ. И когда его спросили, а что такое бренд Беларуси, он назвал три слова – любовь, чистота, президент. Давайте разберемся, что не так с этими словами и вообще, какую бренду в Беларуси и сравним с брендом Украины. Итак, давай разберемся по словам. Любовь. К чему в Беларуси любовь есть? Любовь, безусловно, к диктатуре, любовь к единоначалью, любовь к халтуре, любовь к халяве, любовь к советской империи, любовь к тому, чтобы никто не перечил начальнику. Вот что такое любовь по-белорусски в интерпретации тех людей, которые спираются на факты, а не на какие-то там христианские или другие положения или догмы. Поэтому любовь вот так интерпретируется. Чистота. Чистота, понятное дело, ассоциируется с порядком на улицах, в парках, в домах. И вот эта чистота, на самом деле, достала белорусов в том плане, что каждый иностранец, который приезжает, говорит, вас так чисто, у вас вот такой порядок, у вас такие хорошие хозяева. Полагая, что хозяева относятся к местным властям и национальным властям, которые этот порядок поддерживают. Порядок был в Беларуси задолго до диктатуры Лукашенко и даже до Советского Союза. Это часть культурного кода нашей страны. И причем, что вы думаете, что в Швейцарии, Ирландии, Гонконге, в десятках других стран мира нету такой чистоты? Это просто люди удивляются чистоте, потому что они думают, что диктатура подназначена должна быть, ну, как в Венесуэле или где-нибудь там в Северной Корее, хотя там тоже, наверное, травинки, значит, красят. Чистота в вот интерпретации Снапкова, если мы, значит, будем анализировать вот это три слова слова, это чистота от политической оппозиции, чистота от людей, которые имеют другую точку зрения, чистота – это чистота закатанного в асфальт гражданского общества, чистота в плане того, что нету никакой и не может быть оппозиционной точки зрения на белорусских телевизионных каналах, белорусских официальных государственных СМИ. Там все зачищено, и эта чистота равно слову «чистилище». Ну, понятное дело, с тем, что есть вот чистота и порядок. Порядок – это то же самое, железный порядок, это камнем в башку, это щитом по голове, и все мы знаем, чем это заканчивается, используя опыт даже последних двух лет, когда эта машина репрессий прежнего продолжает в Беларуси работать. Третье слово – президент. Причем тут президент к бренду Беларуси? И какой бренд вообще имеет Лукашенко? Вот смотрит человек Лукашенко, и что он думает на Западе? А понятное дело, бренд должен создавать доверие к стране, должен убеждать его в том, чтобы покупать его товары и услуги. А так Лукашенко в названии, там или в речевке бренда страны в лозунге – это диктатура, это жестокость, это бульбаш, то есть самые неприятные такие ассоциации с этим связаны, это человек, который не терпит другой точки зрения, это бескультурия, это хамство, это тотальная ложь. Когда кто-то начинает серьезно анализировать слова Лукашенко, вот он сказал, там и в отношении Украины, и в отношении России, в отношении Шольца, да это просто, это как собака лает, каравайн идет. Человек является патологическим лгуном и лжецом, поэтому анализировать его слова сколь-нибудь серьезно не приходится. Но опять-таки, какое значение бренд Беларусь имеет, если слово президент находится в ее лозунге, что это страна, которая, власть которой постоянно лжет, постоянно лицемерит, ей доверять нельзя, это та страна, с которой не надо иметь дело. Вот какой смысл имеет вроде бы звучащий неплохо лозунг любовь, чистота, президент. А что мы имеем в отношении Украины? Сегодня бренд Украины, который признан во всем мире, это свобода, воля, мужество. Свобода, воля, мужество, как три очень значимые нематериальные актива для Украины, которая и борется с нацистской Россией, которая делает славу идеям свободы и заставляет людей во всем мире задуматься тем, о ценности свободы, которые многие люди уже забыли. И вот когда Снабков, либо какой-нибудь другой начальник начинает хвалить Лукашенко, лицемерит там, подлизываться, это звучит просто ну кощунственно. Есть в Беларуси, если взять национальные какие-то аспекты, мотивы, есть и трудолюбивые люди, гостеприимство есть, и все это есть. Но Лукашенко вот своим действием, диктатурой, он все это поставил на этом крест, потому что кому нужна чистота, если это чистота в чистилище гулаговского, по сути дела, тюремного режима? Кому нужен порядок, если это порядок на кладбище? Кому нужна вот любовь, если это любовь к деньгам чужих людей, если это любовь к тому, чтобы не было никакой оппозиции, если любовь равно лицемерии, равно жополиства? Какая это любовь? Но чиновники, заметьте, вот как они это делают, они делают это для того, чтобы остаться в своей работе, ну еще не хватило, вот еще бюсты и памятники по стране развешивать, поставить, вот тогда диктатура уже приобретает такой махровый характер, друзья. Да, в Беларуси есть бренд, но сегодня как бы не хотели участники идеологического этого пантеона Лукашенко скрыть правду, она совершенно очевидна. Диктатуру нельзя отмыть от жестокости, крови, несправедливости, насилия и коррупции. Это часть бренда Лукашенко, часть бренда современная Беларусь, часть бренда соагрессор. К сожалению, это есть. И нам нужно с этим будет жить дальше и думать, как это все нейтрализовать. Фашистская, нацистская Германия десятилетиями думала о том, как с этим справиться и справилась. То же самое было из Италии, то же самое было с Румынией. Они справились с этим. Надо думать об этом и нам сегодня. Но нужно думать, опять-таки, не на основании подхалимажа, не на основании того, как мы хотим встроиться в систему неогосплана, социализма, а думать на том, как делать новую Беларусь, на основании того странового бренда, который мы видим сегодня в Украине. Напомню, свобода, воля, мужество. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание к экономике здорового смысла. Будьте с нами. С вами Ярослав Романчук. Жыве Беларусь. Слава Украине.